Понятие духовная гордыня. Я ежедневно сталкиваюсь с позицией духовной гордыни. Но проблема гордыни в том, что мозг, он ее не фиксирует, он ее не идентифицирует. Достаточно болезненно для себя, мне было больно. Какие симптомы вообще духовной гордыни, как ее увидеть, как ее одернуть? О пятом архетипе давайте дораскроем. Вы проговорили одну очень важную вещь, это понятие духовная гордыня. Я, будучи учеником и учителем одновременно, каждый день благословляя учеников на прекрасную жизнь и благодаря каждый день учителей за то, что они мне дают, я ежедневно сталкиваюсь с позицией духовной гордыни. И все мои ученики знают абсолютно четко, что это такое, я рассказываю, как она проявляется, как она открывается. И я всегда говорю будущим специалистам следующую вещь, что каждому из вас для своей личной эволюции необходимо пройти понятие духовной гордыни. И не существует человека ни в мире, который бы не чувствовал, не видел ее. Но проблема гордыни в том, что мозг, он ее не фиксирует, он ее не идентифицирует. А уж тем более духовную гордыню, которая как бы скрыта очень глубоко в подсознании. И вот в моем понимании это эволюционная ступенька. И кто-то эту эволюционную ступеньку проходит, он осознает, он себя отдергивает. У меня точно так же была эта духовная гордыня, я ее прорабатывал достаточно болезненно для себя, мне было больно, разочаровательно мне это было вообще как-то в конструкции всего мира. Скажите, пожалуйста. Ну я хочу сказать, что не нужно, наверное, дожидаться того, как она у вас проявляется. Потому что просто важно понимать то, что она в нас есть, в каждом человеке. И тот человек, который идет по пути духовности, по пути работы с другими людьми, ему просто необходимо работать со своей духовной гордыней. Просто не нужно дожидаться, когда она там проявится, или, может быть, пытаться ее там диагностировать. Просто надо периодически делать определенные действия, практические занятия, чтобы укреплять свой дух, укреплять свою душу и делать себя человеком более осознающим. И тогда вы не поведетесь. Тогда, ну, может быть, поведетесь, но потом пройдя эти уроки, в следующий раз уже не поведетесь. Ну, то есть это, как говорится, всегда это жизненный процесс, который преподает нам сама жизнь. Потому что, например, вы на одном уровне справитесь с духовной гордыней, перейдете на эту ступенечку с костюм, круто, я теперь вот такой учитель. И у вас следующее, тут же на следующем уровне к вам придет следующий проверяющий, будет также вас диагностировать и экзаменовать на следующей ступеньке. Вы эту ступенечку пройдете, потом вы перейдете на следующие, и там вас следующие будут экзаменовать воспитатели и учителя. И поэтому, понимаете, этот процесс, наверное, как процесс самой жизни. Но я хочу вам просто дать совет, определенный совет, что с этим делать. Во-первых, человеку необходимо в свою жизнь, кто духовно работает, включить практику медитации. У вас должна у каждого быть какая-то некая своя духовная практика ежедневная. Либо молитва, либо медитация, либо какое-то некое покаяние. Временами, вот, например, чтобы даже чистить себя, вам необходимо просто чистить любые свои негативные мысли, отслеживать их эмоции. Какие-то конфликтные ситуации с людьми нужно проживать через себя, через свою призму, через свое зеркало. Всегда вспоминать, что мир зеркален, что все события, которые с вами происходят, находятся у вас внутри. И работать со своим внутренним миром. Чему учит метод, чему учит матрица. И она нас учит, по сути, медитировать ежедневно и вставать на путь духовного совершенствования и воспитания духа внутри. Тогда ваша духовная гордыня, она будет обуздана вами в конечном итоге, продиагностирована, и вы ее всегда заметите. Потому что у одного человека может быть духовной гордыней, у другого может быть какой-то следующий какой-то этап или следующая ступенька. Он одну прошел нормально, а на второй споткнулся. Ну, то есть, понимаете, здесь совершенно нету никаких вот таких четких, может быть, вещей. Ну, конечно, есть, Сережа, вам что-то, определенные какие-то вещи, наводки, скажем так. У меня есть, Наталья. Первое, это стоять на коленях. Второе, это читать молитву. Я прошу прощения у Всевысущего на земле. Я прошу прощения. Да-да-да, хотя бы, да. Прошу прощения у Всевысущего на земле. Я прощен. Да, я периодически это сама делаю, ну, то есть, и не стесняюсь этого, то есть, абсолютно нормально для меня, периодически, в определенные даже дни. Там вот я чувствую, что что-то накопилось, что-то как-то, знаете, ситуации какие-то наваливаются в жизни или что-то такое внутри не очень хорошо на уровне духовном, душевном. Ну, я чищу, чищусь. То есть, получается, что человек, который с другими людьми работает, он может цеплять, он может неосознанно, ой, какой я молодец и уже возгордился, да, такой крутой учитель или крутой консультант. А это, на самом деле, Бог через него проявляет милость для другого человека. Или он усомнился в себе, значит, усомнился, как говорится, в Боге. То есть, это же не он лечит, не он, как говорится, передает. Вот это Бог, это, образно говоря, высшие силы, через него транслируют, через него наведут консультацию. Когда человек как проводник работает, он, вот, кстати, когда человек как проводник себя воспринимает, вот ему легче обойти духовную гордыню. Как только мы начинаем к себе представлять определенные ярлыки или звания, или вот такие восхваления, то все, духовная гордыня нам, по сути, обеспечена. По сути, самое такое, дайте, правильное, что Бог через меня видит, Бог через меня говорит, Господь через меня слышит, или высшие силы, или мой покровительствующий Грегор, мои учителя, мои духовные наставники на тонком плане. Когда человек в своей душе всегда держит эту взаимосвязь с высшим и понимает, что он проводник, и что в мире все справедливо, все есть Бог и его закон, или вот опять же по пятерке, что есть закон, да, и что я все время с этим законом божественным держу связь, с этой божественной иерархией держу связь, то тогда ваша духовная гордыня, она будет растворяться, и вы будете хорошо работать, вы будете хорошо нести служение среди людей. По сути, понимаете, у нас вот на сегодняшний день духовные практики причислены к новой профессии. Ну, мне сначала, понимаете, я человеку уже 23 года, я не сумеет, ну, и как я его создала, то есть, вот, то есть, это уже очень большой путь. Изначально, когда все это начиналось, еще представьте даже сотовых телефонов, только они вот только начинались, интернета вообще не было. То есть, и потом, и я вот с этого начинала, я так вот, как-то, знаете, была такая сакральность, передача такая вот знаний, и потом понеслось, образно говоря, информация, вот это вот все. И мне сначала настолько это резало слух, я никак не могла вообще с этим смириться. Ну, как же так? Как это так? Вот такое, ну, вот, знание, сакральные знания, вот так спокойно вещаются направо и налево, то есть, к ним нету достойного уважения, почтения, сакральности там и так далее. И, ну, в конечном итоге уже мир таков, и мы уже к этому, я уже к этому привыкла, понимаете, уже понимаю, что, да, ну, мир, мир технологий, мир информационных уже этих реалий жизни, поэтому мы от этого никуда не денемся. И вот, но все-таки, когда мы воспринимаем себя как проводника в методе именно проводника, почему мы инициации проходим, то так лучше. По сути, самая инициация является каналом, правильно, проводником, соединением между чем-то и чем-то, это действительно так. Это тоже философия метода, но осознавать и понимать данную философию, для того, чтобы ее осознавать, для этого нужно опять обернуться во внутренний источник.